Так, дорогие друзья, боевые товарищи, у нас сегодня не только праздничный день, потому что день ракетных войск и артиллерии, но не впервые здесь уже была. Я думаю, что для всех мужиков это действительно любимая актриса. Женщина её тоже знает. Но я хочу сказать, что мало среди людей творческих всё-таки так тесно связанных с авторской песней. Именно с авторской. Вот Лариса Анатольевна Лужина, которую, я прошу, Ларисочка, если можно, выдвигайтесь сюда. Ей посвящал песни Владимир Высоцкий, если помните фильм «Вертикаль». Но что и до меня она была в Париже и так далее. Ей посвящал стихи Булат Шалович Акуджава. «Чёрное море», да, Лариса? Я очень хочу, чтобы мы увидели и почувствовали близость. Я уж не говорю, что Лариса. Любимый мой фильм – это, как ни странно, не «На семи ветрах», а «Доктор Шлютер», где вы играли и Еву, и дочку. И я думаю, вот было бы счастье, знаешь, в юности, любить маму и потом любить дочку. Но это не удалось, но с мамой мы можем... Ларисочка, если можно, скажите ворус. Спасибо большое. Спасибо большое, вы знаете. Спасибо, во-первых, то, что «Доктор Шлютер» вспомнили. Об этом уже никто не знает и не помнит, к сожалению. Но картина была очень хорошая, очень жалко, и можно было бы и сейчас показывать, как сериальный такой фильм. И действительно хороший был фильм. Ну, что делать? Ну, не показывать, не показывать. Спасибо, Виктор, большое за это. Вы знаете, я хочу... Я действительно не первый раз в «Глухаре». И спасибо, что меня вытащили сегодня к вам, потому что как бы я вернулась в свою юность, что ли, в свою молодость, потому что 60-е, 70-е годы, золотой такой был век, когда действительно песня авторская, она была очень в почёте, все любили, у всех были гитары. И везде, в каждом доме, когда где-то собирались компании, это всегда была гитара, и всегда был кто-то, единственный исполнитель своих авторских песен. Это всегда было... Я всегда учила своих вот внуков всё, хочу сказать, возьмите гитару, у меня трое внуков, ну, научитесь петь. Вы знаете, вы будете, все девчонки будут ваши. Потому что я вспоминаю, когда Володя Высоцкий садился вот так вот, ну, невзначный, невзрачный внешний, если кто помнит невысокого росточка, вот так особо сразу на него внимание-то не обратишь. Ну, Виктор, в отличие от него, он, видите, как красавец. А вот Володя был как-то так. И, ну, когда Володя брал в руки гитару и начинал петь, то уже просто взгляд от него нельзя было отвести. Так же, как от Булата Шаловича Куджавы тоже. Потому что они покоряли вот своим, своей душой, своим голосом. Не знаю, своим даже каким... Они становились красавцами. И в них, конечно, влюблялись. Поэтому я, говорю, вернулась как бы в свою молодость, потому что я помню Володину выступление, помню Булата Шаловича выступление. Я вообще с ним ходила... Он меня целый год водил за руку по всем своим встречам, которые проходили в таких небольших кафе тоже. Я помню, вот напротив МХАТа, там Камергерский переул, и проезд, и там было такое кафе. Там обычно молодежь собиралась. Я помню, как вот так вот сидели прямо на ступеньках, студенты собирались. Вот с Булат Шаловичем я приходила туда. А Володю обычно, он тогда был запрещен в эти 60-е годы. И действительно, он только мог петь. Вот, слава Богу, сейчас видите, возможность есть, выйти вот так вот в хорошее помещение на сцену. А тогда этой возможности, к сожалению, у того же Высоцкого не было. И только благодаря компаниям, своим друзьям, где он мог брать гитару в руки и исполнять свои песни. А до сих пор помню, когда он приходил, приезжал ко мне на Удальцова, это еще до Вертикаль, мы уже снимали как раз этот фильм, там мы подружились, собственно. И он пел, как раз написал эти песни, порвали парус, каюсь, 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 вот эти вот все потом, ну, тау-кита, ну, в общем, все его там известные вещи. И они были такие достаточно мощные. Когда он пел там, спасите наши души, мы гибнем от удуши, спешите к нам. Он это делал, я жила на 10 этаже, он пел в такой полной, но, естественно, он не мог петь. Вот как и все барты и исполнители своих песен, они же не могут просто так взять и через губу исполнить свою песню. Это не получится. Каждый раз выходит человек, берет в руки гитару, берет микрофон, он поет это с душой, понимаете? Это душа, это ощущается. Сегодня мы это тоже чувствовали, сидя сейчас вот здесь, в этом помещении, как Витя выступал, понимаете? И вот я помню, как Володя пел, он, конечно, июль месяц у нас открыт был балкон, а еще тогда мало знали Высоцкого, он еще был нелегален, поэтому никто, так сказать, только друзья знали, как он поет. А у меня две бабушки жили подо мной тогда. Ну, сейчас, ну, бабушки, ну, сейчас, может, я бы так их не назвала, но, в общем, они бабушки были тогда для меня. И они, значит, не могли понять, что там кто-то орет благим матом, вообще громким голосом, чего-то кричит. И они на меня написали, в суд подали на меня, в товарищ, у нас кооператив был, и меня подали в товарищеский суд на меня за то, что Володя Высоцкий у меня дома исполнял песни. Потом, когда прошло время, когда Володя стал, когда вышел Вертикаль, когда он стал уже легально, звучали его песни, они потом подходили ко мне и говорили, а нельзя ли послушать еще Владимира Высоцкого? Я говорю, вот теперь, ребятки, уже поздно, милые мои бабушки, поздно. Вы знаете, я вот и до сих пор вспоминаю эту Бардовский, вот те песни, понимаете, как сейчас, конечно, как бы все это ушло немножко, а вот тогда они жили. Я до сих пор, у меня звучит почему-то в голове, ах, душа так, что моя косолапая, что ты болишь, что душа кровью капая, кровью капая, да пыль дорожная, не случиться со мной невозможно. Это, по-моему, Юлий Клим, да? Ким был, это его песня, да, Юлия Кима. Также желтый, я помню, по мосту идет оранжевый кот. Вот помните, все эти Бардовские те песни были, а у Володи какая была песня хорошая. Вот вы сегодня начали про Родину, про Россию, про Русь, о том, что сейчас происходит, а у Володи есть такая песня, где только одну строчку запомню, я полностью не помню, когда он получает треугольничек, солдат получает, идет в атаку, должны идти, брать высоту, и солдат получает письмо из дома, треугольник. А в этом треугольнике было написано, что девушка от него уходит, что она встретила другого любимого человека, влюбилась, и она, так сказать, уходит от него. И у нее есть такие строчки. За минуту до смерти в треугольном конверте пулевое ранение он получил. Вот что, значит, сила, вот сила, вот это, я когда слушала песню Володину, это вот мороз по коже и слезы наворачиваются на глаза, понимаете? Я очень завидую авторским, исполнителям авторских песен, потому что эти люди, вот живопись, живописцы, композиторы, поэты, это люди свободные, понимаете? Мартисты, подневольные, мы крепостные, у нас этой свободы нет, мы все равно зависимы все, а вы свободны, вы находитесь в таком согласии друг с другом, комфортно чувствовать себя в одиночестве, понимаете? Сами с собой. И вы можете заниматься другой профессией, но приходите домой, когда вы стоите сами с собой, вы берете карандаш, бумагу, вы начинаете переживать то, что вы, может быть, сегодня увидели, то, что встретили, то, что прочитали, то, что происходит. Вы можете выразить свои отношения ко всему, что происходит в сегодняшний день. Вот можно все сказать, понимаете? Это ваша душа. И все эти песни написаны духовно, от души, от сердца. Почему они воспринимаются действительно людьми? Вот и сегодня здесь, смотрите, пришли люди, которые... Мы чувствуем себя, как в одной семье. Понимаете? Это не фанатизм какой-то, когда эстрада, шоу-бизнес, когда кричат, орут благематом, не понимая, что там поет на сцене, но зато идет такой какой-то заряд непонятный, совершенно не очень здоровый. А здесь ты отдыхаешь. Ты отдыхаешь и соприкасаешься с вашей же душой. Почему говорят, что это же прекрасно, потому что вот иконы наши тоже написаны духовно. Понимаете? Они души, перед ними можно молиться. А перед живописью, наверное, итальянцев, перед даже возрождением, перед ними, молиться нельзя. Их можно только воспринимать, как произведение, да? Как живопись, как потрясающее произведение. А наши иконы, это духовные. Также и вот ваши песни авторские, они тоже очень духовные песни. Я хочу всех поздравить сегодня с тем, что вы слушаете вот прекрасного, прекрасного. Он хотел, говорит, не надо обо мне ничего говорить, но я все равно скажу, потому что действительно прекрасного исполнителя и автора. И дай Бог. Я хочу просто, поскольку здесь сидят люди разных профессий, и, знаете, вот есть такой, я очень люблю, у нас есть такой хороший поэт, слава Богу, по-моему, он еще жив, и дай Бог ему здоровья, Виктор Боков. Виктор Боков. У него есть такое хорошее стихотворение, я его безумно люблю. Жизнь – ужасная штука, если о ней помыслить. То тебя повесят, то тебя повысят. То тебя в генералы, а то тебя в рядовые. То тебе гонорары, а то тебе чаевые. То тебе Франкфурт и Дрезден, а то наоборот, сунут в какую-то бездну к жабам полезских болот. И все-таки жизнь – это чудо. А чудо не запретишь. Да здравствует амплитуда, то падаешь, то летишь. Визенька, полетов вам только высоких. И всем вам спасибо. Всего вам доброго. Спасибо большое. Ну вообще я не знаю, после этого ничего не скажешь, поэтому Машка на сцену. Саша, может быть, поставишь микрофон или нет? Ты будешь все теперь, да? Да. Саша, сделай сам. А ты будешь? Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо всем, что пришли. По традиции спою три песни. Одна из них – давайте вспомним ушедшего в феврале Игоря Николаевича Морозова. Вторая будет песня Юрия Кирсанова. И третья – моего отца Виктора Верстакова. Когда солнце за скалы зайдет В этой дальней чужой стороне Мне гитара опять запоет О далеких друзьях, о тебе Мне гитара опять запоет О далеких друзьях, о тебе Наш еще не зажегся рассвет Нам с тобою пока суждены Расставания на тысячи лет И свидания в антрактах войны Расставания на тысячи лет И свидания в антрактах войны Пусть за мною плетется беда Ты не верь, что спасения нет Ты ведь помнишь в трамвае всегда Отрывал я счастливый билет Ты же помнишь в трамвае всегда Отрывал я счастливый билет Я по огненным тропам хожу Жгу подошвы своих сапогов Сколько песен еще напишу И друзей обрету и врагов Сколько песен еще напишу И друзей обрету и врагов Что же к песне добавить еще Если б кончилось все наконец Я б, конечно, тогда предпочел Гриф гитары цевью АКС Я б, конечно, тогда предпочел Гриф гитары цевью АКС Но опять выполняя приказ Мы шагаем навстречу судьбе До свидания я в следующий раз Да пою эту песню тебе До свидания я в следующий раз Да пою эту песню тебе Спасибо большое Песня Юрия Кирсанова как раз перекликается с тем, о чем говорила Лариса Анатольевна Только в хорошем смысле о том, что женская любовь и память о ней спасают бойца А Юрий Кирсанов находится сейчас в Донецке Не хочет оттуда уезжать Интересно говорит, чем все это закончится Будет до конца Я в кармане своей гимнастерки Твое фото в блокноте храню И в афганских горах на привалах На него я с надеждой смотрю И в афганских горах на привалах На него я с надеждой смотрю Сколько сил мне дает милый образ В этой проклятой богом стране От осколков и пуль сберегает И укажет дорогу к воде От осколков и пуль сберегает И укажет дорогу к воде Я душою с тобой не расстался И в далеком афганском краю Хоть недолго с тобою встречался Но тебя больше жизни люблю Хоть недолго с тобою встречался Но тебя больше жизни люблю Ты везде и во всем помогаешь Может, этого ты не поймешь Вдруг случится, я падаю духом Ты со мною в атаку идешь Вдруг случится, я падаю духом Ты со мною в атаку идешь Да мне выпала доля такая За афганский народ воевать Над обрывистой кручей ступая Пыль глотать и ночами не спать Здесь везде тебя смерть поджидает И в укрытиях не спят снайпера Только шаг, лишний шаг твой оплошный И закроешь глаза навсегда В голубой тишине на привале Размышляю, за что мы льем кровь За всех вас, за тебя, дорогая Отправляемся в горы мы вновь За всех вас, за тебя, дорогая Отправляемся в горы мы вновь Видно, смерть меня очень боится Ведь задание вернулся я вновь Вот что делает милый твой образ Вот что делает наша любовь Вот что делает милый твой образ Вот что делает наша любовь Благодарю вас и песня Виктора Верстакова На нынешней войне Быть может смерть уже Стоит у изголовья И утром навсегда Расстанемся с тобой И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной Распахнуто окном Ветрами гиндукуша Маячит за окном Гражданская война Зачем в чужих горах Мы сохранили душу На нынешней войне Душа нам не нужна Зачем в чужих горах Мы сохранили душу На нынешней войне Душа нам не нужна Усеяна земля Осколками державы Куда не сделай шаг Кровавые следы Не обрести в бою Ни вечности, ни славы Ни честного креста Ни жестяной звезды Не обрести в бою Ни вечности, ни славы Ни честного креста Ни жестяной звезды Быть может смерть уже Стоит у изголовья И утром навсегда Расстанемся с тобой И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной Большое спасибо за внимание А я что, спорю, что ли? Мне сейчас дорого Это самое Ну Имя можно раскрыть Юра Князев Сегодня пришел Раньше всех Это я намекал Что там есть у нас Ребята, которые повоевали Но когда он Сегодня даже несколько Опережая текст Стал подпевать Машке И все-таки любовь Останется любовью И все-таки война Останется войной Это самое Я думаю, да То есть Те, кто сейчас Сражаются Мы им, к сожалению Уже Мы старенькие Мы Не всегда их можем Хотя Володя Маковей Говорил, что Наши ровесники Сейчас Начинают тренировать Вот этих Наконец бойцов По-настоящему Чтобы они воевали Там, да Вот Но, по крайней мере Они иногда знают Наши песни Это хорошо Ну что Мы идем Все равно по графику Нас никто не собьет С пути истинного То, что сказала Сегодня Лариса Анатольевна Я думаю Это просто останется В истории Потому что Никто Вот так вот Об авторской песне Не мог сказать Даже Потому что У него не было отношения Там Личных Я даже не спрашиваю Для какой степени С Высоцким Сукуджавой Но я думаю Что очень близко Семь Вот И Лариса Сказочная Высказка А стихотворение Бокова Да Тот захотят Повесить Тот захотят Повысить Прекрасно Так Ну мы сейчас идем Я не буду затягивать Но я не буду торопиться Мы как планировали За два часа Мы так и закончим Ну более-менее Возвращаясь все-таки К ракетным войскам И к этим 70-м годам Были странности Знаете Вот сейчас кажется Свободное время Да А я думаю Сейчас какой-нибудь Мальчик Курсант Что-нибудь натворит В каком-то военном училище Да Закурит где-нибудь Не в том месте сигарету Да Его Накажет Выгонит А мы же здесь Мы и пили И гуляли К нам девчонки В казарму приходили И вот это кажется Дикость Да Но мы были такие Все-таки Ну преданные там стране Хотя может Там белогвардейцы Все это Песня И вот когда Отучились Два года Когда действительно Были так солдатами Нам ничего Потом нас перели В другую казарму Вот как раз это На Садово-Спасскую улицу Я сегодня уже что-то пел И нам стали платить Небольшую Но как бы стипендию Как студентам Естественно мы эту стипендию пропевали И в общем-то Жили не то что голодно Но все-таки так От Садово-Спасской До Китайского проезда Где была академия Ходил тогда Автобус 98-й Песня называется Автобус 98-й Мечты Обязательно сбудутся Но вечно прибудет А может я все не пел уже Нет? Тогда снова Мечты Обязательно сбудутся Но вечно прибудет Со мной Садовая Спасская Улица Автобус 98-й Пивные ларьки В окружении И через дорогу Продваг Войдите в мое положение Пропить все И жить натощак Я выучусь Стану ракетчиком Женюсь Воспитаю Ребят Над жизнью Своей Искалеченной Расплачусь Я вдруг Не в попад Жена Удивленно Нахмурится Я выпью И снова Со мной Садовая Спаская Улица Автобус 98-й Мы люди По-своему Дошлые Советские Экс-юнкера Да здравствует Светлое Прошлое Туманному Завтра Ура Претерпится Жизнь И прелюбится Жаль Юность Порвется Струной Прости Прости Меня Спаская Улица Автобус 98-й Садовая Спаская Улица Автобус 98-й Когда Натан Написал Когда еще шла Афганская война И все думают Что Те кто воюет Они Ничего не понимают Пушечное мясо Генерал Да ребята Все мы все понимали Боюсь что те кто сейчас Воюет Там условно говоря Против Европы Ну Не условно Они тоже понимают Мы их подставили Армия оказалась Не готова Но победа будет за нами И зато сейчас Есть что Ну Я хотел вспомнить Афганистан Афганистан Я решил написать Вот еще когда шла Афганская война Ну И сразу после окончания Дописал Последние строфы Что Реально Творилось Вот В какой-то маленькой Конкретной войне Безусловно Дали маху Мы Десяток лет назад Называя Захершаха И высочество И брат Мы ему Завод Платину Мы даем Ему Угля Да Любили мы Скотину Захершаха Короля До зубов Вооружили Утопи его хорон А вообще Неплохо жили С этим самым Захером И целуя с господами Тот Кто нынче Выше всех Заложил кирпич Вундамент Под кабульский Политех Ну это Брежнев Естественно Но история Как средство По бессоне Кирпича Где Захир Где королевство Только камень Ильича Началась Другая эра Там конечно А не тут Мы приветствуем Премьера По фамилии Дауд Сразу помощь Предложили И деньгами И трудом Как с товарищем Зажили С этим самым Даудом Только снова Дали маху Сей революционер Оказался Братом Шаха И агентом ФБР Был он Подлым И двуличным А его же Как на грех Целовал Утрополично Тот Кто нынче Выше всех Но пришел Конец Иуде Там конечно А не здесь Вышли танки При Дауде Нет Дауда Танки есть И хотя Мы рановато Взяли Принца На штыки Но целуем Словно Брата Нура Мура Тараки Правда Дружит С Пакистаном Книги Пишет Громотей Из казны Как из кармана Много хапнул На детей И партийные Разлады Непутево Примерял Расстрелял Кого не надо Кого надо Не стрелял Мы Идейно С ним Дружили Но готовили Полки А вообще Неплохо Жили С Нуром Муром Тараки Дали орден Дали займы И командовал Сквозь смех Вера Нурмал Илемайна Тот Кто нынче Выше всех Но кроме СССР Был у Нура Друг один Мы Приветствуем Премьера По фамилии Амин Задушил Подлец Подушкой Своего Лучшего Дружка И Зарыл Тарачью Тушку Средь Афганского Песка Мы Конечно Телеграмма Маламин Хафиздула Мы Не знаем Вашей Драмы И У вас Свои Дела Но Согласно Узам Дружбы Можем Денег Предложить И Военного Оружия Чтоб Тебе Спокойней Жить В общем Жили мы Неплохо И Сами Нам До Конца Расстреляв Его Со Вздохом Посереть Его Дворца Сразу Радио Врубили Мол Афганская Земля Про Тебя Мы Не Забыли На Бобра Как Кармаля Правда Он Буржуй Проженный Порчемист И Пустобрех Но А Ведь Рукоположенный Тем Кто Нынче Выше Всех Под Надежную Охраной Посадили Во Дворце Где Сидел Он Вечно Пьяный С Важной Думой На Лице Окрестили Его Колей По Фамилии Бобров Войск Прислали Чтобы Вволю Наломал В Афгане Дров Но Другой Кто Был Всех Выше В Нашей Собственной Стране Весь Как Говорится Выше И В Кремлевской Лег К Стене Мы Порадовались Свиду Но Задумались Слегка Может Быть Без Леонида Здесь Ненужного Брака Долго Думали Однако Во все Стороны Поля За Воброва За Вобрака За Колюху Кармаля Да К тому же Пересменка Началась В родной Земле То Он Дроп То Черненко То Пятно Сидит В Кремле Мы Для Каждой Той Заразы Здесь Сломали Кучи Дров Дожидаясь Приказа Он Пришел Прощай Бобров Без Подушки И Без Пули Тихо Сделали Дела Глядь Уже Сидит В Кабуле Особис Над Живулам Правда В университете Он Учился На Врача И Людей На Белом Свете Часто Резал Сгоряча Возглавляя Органы Хада Это Ихний Комитет Кого Надо И Не Надо Всех Отправил На Тот Свет В Остальном Нормальный Малый Мы С Немного И Смогли Да В Кремле Пятно Восстало До Свидания Над Жив Отоварили Чекушки И Авгашки Кто Имел В Хайратоне Или В Кушке Оказавшись Неудел В общем Вышли Из Афгана Расприказ Дурацкий Дан Мол Зачем Другие Страны Дома Будет Вам Афган И Живем Отлично Что Ты Мы Опять В Родной Стране И Трещим Из Пулеметов На Гражданской На Войне Веселятся Демократы Президент Кричит Ура А По-моему Ребята Шахануть И Всех Пора Вот эту песню я пел Уже лет Много Назад Короче говоря Если кто Помнит Если кто Прочитаете В 20 Году В основном Из Севастополя Ушла Белая Армия Белый Флот И мы Тогда В 95 Году То есть Через Три Четверти Века Это упоминается В песне Мы Как бы Прошли По их Пути Но не До Турции Куда Они Пришли Ну Сколько Могли Отойти На кораблике Бросили Винки Вот тогда Я написал Эту песню А в 20 Году Мы Так и Не встретились Из-за этого Долбанного Ковида Исполнилось 100 лет Давайте Все-таки Помянем Что Мне Тогда Потрясло Ушло Из-за Севастополя 70 тысяч Человек А До Военной То есть До Начала Первой Мировой Войны Население Севастополя Было 70 тысяч Человек Нам опять уходить В наше Русское море Севастополь Севастополь Севастопольский Рейх И Малахов Курган Нам Опять Объяснять То Что Не Объяснило И Сквозь Слезы Лететь Мировой Океан Вот Когда Мы Поймем Наших Прадедов Горем Спорить С Волею Божьей И Мы Не Смогли Раз Три Четверть Века По Русскому Морю Из России Уходят Ее Корабли Нам Опять Уходить В Наше Русское Море Из Неправой Страны Что Отчизной Была Нам Опять Поднимать В Одиноком Просторе На Грод С Теньгах Не Сдавшиеся В Мпела Опять Предлагаю Вернуться В старую Москву 70-х Годов Вот Наша Первая Казарма Где Мы Еще Десен Были Щенки Там Начинали Только Службу Она Была На Набережной Морисе Торезе А Сейчас Она Уже Опять Софийская Набережная И Мало Кто Знает Английское Посольство Раньше Было Тоже На Этой Набережной А Тыл Английского Посольства Там Целый Такой Был Квартан Он Выходил На Болотную Площадь Где Потом Были Демонстрации Это Сквер Репина Это Напротив Кинотеатра Ударник И Каждое Утро Была Совершенно Идиотская Картина Когда Человек 100-200 С Обнаженным Торсом Выскакивали На Зарядку И Потом Устраивали Там Свидание Песня Называется В тылу Посольство Великобритании В тылу Посольства Великобритании Где длинный Сквер Скамейки И Фонтан На Первые Курсантские Свидания Я Приходил Прекрасно Юль И Пья Близ Памятника Живопис Репину Скамеечка Стояла В темноте Волнительней Не помню И нелепее Свидание В жизни Чем Свидание Те Московская Холодная Холеная Девчонка Издевалась Надо Со мной Чтоб Через час Прикинуться Влюбленною Перед Казарменною Проходной Ей нравилось Наверное Многолюдие Хмельные Голоса Со всех сторон Эй Девочка С какой Ты Киностудии Братан Отдай Ее В наш Батальон Не знаю Я С какой Ты Киностудии Отдам Тебя В соседний Батальон Когда Со страстью Будто В самом Делишной Она Преподнималась На носки Закидывая На мою Шинелишку Две Белых Горностаевых В руки И Прижималась Бедрами Упругими И Целовала В губы Не стыдясь Чтобы Юнцы Военные С подругами Завидовали Видя Нашу Связь Я Иногда Хожу За Москворечи Сажусь На ту Скамью Когда Пуста И Вспоминаю Будто Вспомнить Нечего Ее Перед Казармрем Устан И Вспоминаю Что ж Не вспомнить Нечего Ее Перед Казар Моим Густам Со Сцены Не все Слушаю Но иногда Слушаю То, что Не слышим В зале Кто-то Сказал Вернуться Звезда Над городом Кабула Горит Звезда Прощальная Моя Как я Хотел Чтоб Родина Вздохнула Когда На снег Упал Вот так и я Как я Хотел Чтоб Родина Вздохнула Когда На снег Упал Вот так и я Или Лежу Смотрю Как Остываю Над Бинаре Там Синяя Звезда Кого-то Помнят Или Забывают О нас И знать Не будут Никогда Кого-то Помнят Или Забывают О нас И знать Не будут Никогда Без документов Без имен Без наций Лежим Вокруг Сожженного Дворца Горит Звезда Пора Навек Прощаться Разлука Тоже Будет Без Конца Горит Звезда Декабрьская Чужая А под Звездой Дымится Кровью Снег И я Слезой Последний Провожаю Все С чем Впервые Расстаюсь Навек Я Слезой Последний Провожаю Все С чем Впервые Расстаюсь Горит Звезда Над Городом Кабул Горит Звезда Прощальная Моя Как Я Хотел Чтоб Родина Вздохнула Когда На Снег Упал Вот Акия Как Я Хотел Чтоб Родина Вздохнула Когда На Снег Упал Вот Акия Аплодом Аплодом Вот Сейчас Думаю Как Мы Были В молодости Наверное Я Один Несправедливый К тем Кто Нас Учили Воспитывали Наказывали Да Я Думаю Как Нас Берегли Вот Это Даже КГБ Генералитет Меня Была Из этой Академии Нужно Было Вышвырнуть Ну Буквально За Первой Неделе Антисоветчик Я Говорю Что Ну Чего Ребята В строю Говорим Ленин Евреи Устроили Бардак Мы Еще Войдем В этот Кремль На белом Коне У нас Был Казар Прям Напротив Кремля И Все Потом Однажды Я попался На Принес На Лекцию На Какую Тут Самую А я До этого Учился В Московском Инновационном Институте Вот И Мне Ребята Дали Порнографические Какие-то Такие Карточки Там Фотографии И я На лекции Знаете Здоров Там Показал Не Понимаю Что у нас академия Это сложная Тут Гру И КГБ Конечно Мгновенно На Перерыве Уже Доложили Да И Меня Прямо Напротив Генеральский Кабинет Начальника Факультета Да И Он Я Вызвал Говорит Вот Давай мне Сейчас Эти Карточки И И Все Будет Нормально Я Отдал И Меня Не Выгнали Он То есть Не Доложил В Особый Отдел А Если Б Он Сказал В Особом Отделе У У У У У У У У У Какие Дела Были Вышвырнули Вот А Фамилия Была Столяренко Он Был Хохол Но Почему То Почему То Он Говорил На О О О Как Ну Вот И Эту Песню Он Знал Тоже За Эту Песню Стоило Выгнать Из Академии А Он Значит Все Прощал И Потом На Распределение Все Так Меня Отправил В Генштаб На Узел Связь Генштаб В Москве Стал Какие Люди Были Сколько Они Нам Прощали Сколько Мы Гадости Сделали Был Пойман Вечером Однем У Генерала Был Прием И Генерал Кричал Я Так И Знал Я Накажу Вас А пока Я Отправляю Вас В Войска Вы Служите Мы Вас Подождем Прошло Еще Четыре Дня И Снова Вы Вы Звали Меня И Генерал Кричал Нехорошо Сегодня Ночью Вы Опять Ушли По Городу Гулять Вас Офицер В казарме Не Нашел Я Тридцать Лет Да и Полет Служил Забыв Про Белый Свет Зато Хош И Дурак Но Генерал Тупой До Слез Я Службу Нес А Вы Я Рапортом Донес Что Вовсе К Вам Доверь Потерял Я Вышел Злой Без Сяких Мер Но Курсовой Мой Офицер Тот Час Себя Поставил Мне В Пример Он Где Разрешения Нет Не Бегал Даже В Туалет Хоть Был Готов Как Юный Пионер И Через Час От Этих Слов Я Тоже Был Совсем Готов И Через Черный Ход Я В Самоход За Двадцать Бед Один Ответ Ви От Дзержинского Привет Взаимно Согласимся На Развод За Двадцать Бед Один Ответ Ви От Дзержинского Привет Взаимно Согласимся На Развод Спасибо Моим Однокашникам Что Помнит Эту Песню Представляете Какие Люди Были Они За Это Все Должны Были Зничтожить Они Они Понимали Что Придурки А Потом Вырастем Хорошими Советскими Людьми Называется Песня Аному Арбате Она ни в чем Не виновата Идем по Новому Арбату Горит Огнем Ночной Арбат Да Мы Касаемся Плечами Мы Так Болтаем Про Любовь Что Под Фонарными Лучами Уже Красне Это Наша Кровь Ах Если Мы Остановиться Поцеловаться На Еду Чтобы Нас Поздравила Столица В 2008 Году Но Ждут Меня Жена И Дети И Папа С Мамой Ждут Ее Мы Не Хозяева На Свете Мы Не Арбат С Жульон Так Почему Жен Для Чего Жен Она Так Смотрит На Меня Что Вдруг Покалывает Кожу Виденье Завтрашнего Дня Она Она Ни В Чем Не Виновата И Я Ни В Чем Не Виноват Идем По Новому Арбату Горит Огнем Ночной Арбат Но Почему Жен Для Чего Жен Она Так Смотрит На Меня Что Вдруг Покалывает Кожу Виденье Завтрашнего Дня Так Я понимаю Что Все Понемножко Устали Но Осталось Немножечко Сколько Осталось Четыре Песни Хватит Мне же Дуже Выпить Хочется А вот Я Всегда Мечтал Написать Какой Такой Простой Но Романс Пока Не удалось Но есть Приближение Называется От берега Любви До берега Разлуки До берега Заря Заря Вставала Над Волнами Бескрайние Моря Лежали Между Нами А я Твердил Плыви Сквозь Радости И муки От берега Любви До берега Разлуки От берега Любви До берега Разлуки Вставала И росло Подневное Светило В моей Руке Весло Еще Послушно Было Скорее Позови Я поплыву На звуки От берега Любви До берега Разлуки От берега Любви До берега Разлуки Еще Закат Пылал Уже Прибой Был рядом Я бился Между скам С тобой Прощаясь Взглядом Все страсти На крови Протянутые Руки От берега Любви До берега Разлуки От берега Любви До берега Разлуки Просто военная песня Для меня она чем-то дорога Почему нечей вспомнились мне Те ветра Те снега Те пески Далеко Далеко На войне Где мы были Как братья Близки Пролетали В ночи Трассера Разноцветные Звезды Войны И нам Снились В горах До утра Ледяные Солдатские Сны Вот сижу Над рекой Москвой На гитаре Походной Бринчу Я с войны Возвратился Живой Я войну Вспоминать Не хочу Отстывает Уха В котелке Не допито Во фляге Вино И сползает Слеза По щеке Что Увидеться Нам Не дано И Опять Вспоминаются Мне Те ветра Те снега Те пески Далеко Далеко На войне Где мы были Как братья Близки Далеко Далеко На войне Где мы были Как братья Близки Вот сейчас попробую Хотя Вряд ли получится Но как вы заметили Мои песни Главные слова Не мелодия Но мне Всегда Очень хотелось Написать Какую-то хорошую мелодию Но не удалось Но вот Приближение Вот эта песня Чего? Ладно Песня называется «Улица школьная» Улица школьная Я липы И скамья Касание рук Дрожание губ И юных плеч Прохлада Пусть не вернусь я В те годы В те края Была любовь Любовь была И мне другой не надо Встретились рано Обычные дела Не одолели Разлада И все-таки Любовь была И мне другой не надо Была любовь Любовь была И мне другой не надо Дальние горы Свинцовая Бурган Где кровь текла Где сердце жгла Холодная Награда Там Потерял я И друга И врага И врага Была война Война была И мне другой не надо Разве Разведано Отличи добро От зла В пекле Военного Ада Ведь все-таки Война была И мне другой не надо Была война Война была И мне другой не надо Улица Школьная Я стала Биржевой И заграничный Слышен Вой Из городского Сада Перед Россией Блиню Что я Живой Была Страна Страна Была И мне другой Не надо Нет Ни скамьи Ни надежд Одна Зала Непостижима Я взгляду И все-таки Страна Была Страна И мне другой Не надо Была Страна Страна Была И мне Другой Не надо Ну вот Как обещал Последник И с ним Чего? Ну может Не вспомню Да Раз Одноклассники Просили Одноклассники А это у нас Было Каждый год Мы выезжали На такие Сборы Летние Не обязательно В Тюратам Сначала Выезжали В Калуську Область Там Балабаново Грачев Отец Тоже Хохол Наша Старшина И вот На последних Сборах Я написал Нас проводил Грачев Отец Конечно Нас проводил Грачев Отец И мы Сказали Хором Только Упрощенный Вариант Сказали Хором И конец Все таки Все таки у меня энергия Кончается Я хочу Последнюю песню Спеть Спасибо Что вспомнил Эту песню Мы еще Встретимся Вот Лариса Анатольевна Тоже была Вот На выступлении Где пели мы С Игорем Морозовым Игорь Морозов Подполковник ИГБ Командир Разведывательной Дивизион Диверсионной Группы В Афганистане К сожалению В этом году В феврале Месяце После начала Вот этой Операции Хотя это Одно с другими Связано Он умер Нас покинул Я счастлив Что я успел Им показать Песню Которую Про него Сочинил Для него Сочинил Вот И он ее одобрил Потому что Она называлась Была не была Ну давайте Так и жить Да была не была Да что Мы все сделаем Извиняюсь Что заканчиваю Такой песней Поминами Но она не только Про Игоря Морозова Она про наше Вообще поколение Мы еще вспоминали Афганские горы Мы еще не забыли Ущелье Чечни Но уже не про них Мы ведем разговоры Доживая солдатские Скудные дни Но уже не про них Мы ведем разговоры Доживая солдатские Скудные дни Помнишь домик с крыльцом Помнишь быструю речку Помнишь девочку ту С кем сидела У костра Это было давно Это будет на вечном С этим нам расставаться Еще не пора Пусть девчоночка та Стала женщиной старой И костер прогорел И река заросла Есть у нас на двоих Автоматы, гитара И война за окном И была, не была Есть у нас на двоих Автоматы, гитара И война за окном И была, не была И война за окном И была, не была Спасибо! Так, у нас есть какое-то время, потому что в виде исключения после нас никто не выступает. Я обещал, что мы тут часами загуливать не будем, но, в принципе, сидим спокойно, добиваем, доедаем, пообщаемся. Спасибо всем! С праздником!